Итак, как закончилась ситуация со шлемом, о котором мы говорили в распаковке и обзоре? Шлем поломан был, поэтому я сразу написал китайцам, написал AliExpress, что шлем пришел поломанным, предоставил фотодоказательства и также написал сразу, что если они не примут мое желание, а я пожелал, чтобы они вернули все деньги, и сказал сразу же, что возвращать не имеет смысла шлем, потому что это одноразовая вещь, практически так и есть, и возвращать его нет смысла, раз он уже сломан, то все. И поэтому написал, что хочу вернуть все деньги назад, но и при этом указал, что если они не согласятся по этим мое условие, тогда я сниму на видео на YouTube с плохой рекламой. Ну, может быть, слишком зарезко, но я так сделал. И сразу же они написали решение, уже там через какое-то время, что решили, не нужно возвращать товар, потому что действительно нет смысла возвращать, я написал, что стоит денег возвращение товара и какая-то одноразовая вещь. Но они написали решение, не стоит возвращать товар, но достаточно просто будет вернуть мне все деньги. И деньги они мне вернули, действительно, я получил, поэтому я оставлю в прошедце и посоветую все-таки продавца, потому что он высказал мне в ответ сожаление о том, что шлем был сломан, и он сказал, что, так как я предоставил доказательства, он сказал, что действительно, скорее всего, это сделали там, на точке, где они товар упакуют на правку, то есть в отделении логистики или как это там правильно. В общем, такое дело. Так что шлем сломан, как бы, остается у меня, деньги мне уже все вернули, так что всю сумму, которую я заплатил за него, я назад уже получил. Я пробовал одевать уже этот шлем, честно говоря, я думал, он маленький, я не мог его надеть на голову, вот здесь механизм, но потом, когда я начал натягивать его на себя, он растянулся. Вот здесь вот так или иначе сломано, и с этим ничего не сделаешь, и вот в таком состоянии он находится. Но, по крайней мере, пока у меня нет другой возможности, нет купить, я деньги получил назад, нет возможности купить другой шлем, я подумал, что я попробую его. Я его надел, попробовал, и вот я в нем уже даже проехался. Раз, он такой хиленький, такой не есть дорогой, но достаточно для своего уровня, он достаточно качественно сделан. Это не то, чтобы реклама, просто, говорю, как есть, для дешевого шлема он хорош, если бы не был сломан. Я его даже одевал кое-как, вот эта часть немного давит с стороны, но, действительно, он не стопроцентный, там, уже защита, потому что сломан в этом месте. Но, в целом, хоть какой-то шлем, я его надел, мне удалось на голову надеть, и он сидит, и в нем пока что можно хоть как-то ездить, хоть какая-то защита будет. Так что, в этом шлеме я все-таки смогу, как оказалось, ездить, но будет вот такое место поломанное немножко. Там что-то я сделаю с этим, как-то залеплю. Пока что будем ездить в таком шлеме. Лучше что-то, чем ничего совсем, правильно? Так что, в принципе, верхняя часть у него в порядке, более-менее. Вот, и визор, кстати, сидит так, что, как-то в моих будущих елопокатушках в блоге вы увидите этот шлем, увидите, что он, как он сидит, и все такое прочее. Все-таки продавцам буду рекомендовать, действительно, к покупке этот шлем тем, кто ищет себе бюджетный вариант. Такое случается. У других покупателей, которые взяли его, поломок не было, они там фотоотзывы, то есть у них все четко. Ну, мне не повезло, он сломался. Я повторно его заказывать не буду. В ближайшем времени, ну, или в будущем, если захочу купить, действительно, шлем, куплю что-то другое уже. Наверное, может быть, даже получше, или тоже такое бюджетное, но чтобы так не с Китая шло, потому что, как видите, вот такое может быть, ты долго ждешь, а оно такое поломано. На этом все. Заказывайте товар с Китая на свой страх и риск, как и где-то это делаю я. На этом всем спасибо за то, что вы следили за испаковкой, за обзором. Я читался по поводу ситуации, то есть продавец, молодец, Алиэкспресс, молодцы. Все решили быстро, без проблем, деньги вернули, и шлем остался. Хоть поломанный, но его хоть как-то можно еще одевать. Это здорово. Почему я в шлеме? Потому что я его как-то на голову надел, но он все еще на меня очень, в смысле он трясет и разбит, как я и говорил. Поддержка Алиэкспресс на высоком уровне. Я первый раз столкнулся с такой проблемой, что поломка, нужно деньги. И я хорошо все четко описал, сказал, обратился, должным образом просил войти в мое положение, понять меня. Они поняли, все сделали, деньги вернули, все замечательно. Я доволен. Продавец, конечно, тоже молодец. Мне его жаль, что он потерял сумму. И материалы, естественно, это обидно, но пусть те, кто сломал, возмещают, собственно, деньги за шлем. Всем спасибо, ребята. Смотрите мои влоги и распаковки. Надеюсь, будет, что распаковывается в ближайшее время. По всем контактам и приложениям пишите на мейл, указываемые внизу. До скорого. Пока.